Ксюша 16 лет, и только в прошлом году она впервые смогла встать на ноги и увидеть мир с высоты своего роста. Это огромная победа и огромный труд ее семьи. Это годы изнуряющих тренировок, регулярные занятия на дому со специалистами и не одна операция. Мы старались с самого рождения ее лечить, старались восстановить все, что мы могли, это речь, руки, и, к сожалению, у нас остались только ножки. Но мы не сдаемся, 16 лет мы боремся и стараемся, и надеемся, что все-таки мы увидим ее первые самостоятельные шаги. А пока Ксюше нужна коляска, сделанная по индивидуальному заказу. За помощью семья обратилась в благотворительный фонд «География добра», который не первый год помогает маленьким жителям нашего округа. Мы обратились, и когда нам сказали, да, мы вам поможем, ну, честно говоря, до того момента, пока мы не начали собирать документы, как бы у меня все равно была такая капелька, что, а вдруг не получится. И вот потихонечку-потихонечку как-то понимали, что да, действительно, люди нам помогут, люди нас услышали. Вот, и когда пошел сбор, и когда мы видели такие суммы, да, что за такой короткий период, и это школы, это дети, да, которые в этом участке, конечно, ну, были шокированы, очень приятно. Я рад, что очень много населения, бланцерская организация и администрация, которые нас поддерживают. Второй год подряд мы уже осуществляем акцию «Дети вместо цветов» в городском ухо-вещенку в поддержку ребенка из округа. Больше школ, чем в прошлом году, присоединились к этой акции. Я уверен, что сбор в ближайшее будущее будет закрыт. Благодаря акции «Дети вместо цветов» за короткий период удалось собрать немалую сумму. Активное участие в акции принял четвертый же класс, школа номер 17. Ученики подарили классному руководителю один букет от класса, а остальная сумма, которую родители планировали потратить на первосентябрьские букеты, пожертвована в поддержку Ксюши. Наш класс уже не первый год принимает участие в акции «Дети вместо цветов». И мы очень рады, что вырученные средства от участия в акции в этом году пойдут в помощь нашей землячке Ксении. Мы искренне надеемся, что покупка новой коляски сделает жизнь Ксении свободнее и интереснее. Сама Ксения учится в школе номер 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, но посещать ее для девочки тяжело. На дому с ней занимается педагог школы Ольга Сергеевна, которая, по словам мамы Ксении, давно для них стала членом семьи. Ксюшу я узнала, когда она ко мне пришла в 6 класс. Мне очень понравилось ее желание жить, вот я бы так сказала, потому что ей было интересно все. Она в соцсетях вела свои ролики, записывала мастер-класс, обучающий, как она резиночки плетет. Любила сидеть с детьми, к ней приводили домой, посидеть на пару часов, пока маме нужно куда-то сходить. То есть она очень хочет общаться, очень желает, но в силу своего основного диагноза она не всегда это может сделать. То есть самостоятельно выйти из дома на ту же детскую площадку для нее затруднительно. Уже в следующем году Ксюша станет выпускницей, и перед ней откроется множество путей. Директор Доброшколы верит, что с помощью новой коляски найти свой путь девочке будет легче. Нам очень приятно, что нашлась благотворительная организация, которая может помочь семье с покупкой коляски. Потому что для этого ребенка конкретно это очень важно. Она очень творческая девочка. И вы знаете, за этот период, пока девочка училась у нас, она достаточно много преодолела трудностей. Семья прикладывает огромное количество усилий для того, чтобы вытащить ребенка и поставить его на ноги. Хочется пожелать ей в будущем дальнейших успехов. И хочется, чтобы, когда она уже выйдет из наших стен, у нее была возможность к передвижению. И это очень важно. Так как она маленькая по весу, ей тяжело далеко уехать, самостоятельно крутить руками колеса. А там есть такая приставка, которая управляется как самокат. И Ксении, можно сказать, открыт весь мир. То есть тот же магазин, дворы, куда она в парк может, на более большое расстояние от дома уехать на этой коляске. И не бояться, что она не справится или она устанет. То есть и так же бордюры, все это она может с помощью этой коляски преодолеть. Несмотря на ограничения в передвижении, Ксюша старается вести жизнь обычного подростка. Учится, занимается спортом, рисует, ухаживает за своими йорками и котами. Будущая девочка хочет связать с дизайном. Будет это ландшафтный или веб-дизайн, предстоит еще определиться. Но уже сейчас, хрупкая, но такая сильная, Ксюша уверена, что хочет много работать. Много работаю, новых знаний, потому что хочу очень качественно работать, и чтобы гордились люди. Чтобы помочь Ксюше, отправьте смс на номер 8903 со словом «Помоги 500, где 500 – любая сумма помощи». Обратите внимание, что важно подтвердить платеж. Всем передаю огромное спасибо. Всех люблю, всех обнимаю. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok